Особняк 1045 год Построен архитектором добровольским для семьи Генерала Ватутина Особняк стоит на месте снесенной в 30-е годы Старо-Вознесяцкой церкви Сооруженной в 1872 году Кирпичные ворота остались от Старой церкви Решил зайти Сюда посмотреть на этот особняк Вообще тогда В свободные места для застройки, видимо, были Ну и Киев бомбили сильно Житомирский тоже досталось Ну это как бы Не Большая Житомирская Это ее продолжение Большая Житомирская идет за Львовской площадью А оттуда уже начиналась улица Артема Сечевых стрельцев Это, собственно, улица Артема Вот здесь вот странно расположен один из домов под углом Жилой дом Почему он так расположен? Он построен уже после войны В 60-е годы, наверное А вот здесь Никит Сергеевич Хрущев Построил для семьи погибшего генерала Ватутина Особняк Генерал Ватутин скачался в Киеве Здесь недалеко Ну, можно съездить на это место посмотреть Был госпиталь В здании школы Его доставили с западной Украины В этот госпиталь Ну, пока посмотрю особняк И чувствую, что он недолго остался отлюбоваться Нас отсюда Вы Здравствуйте Я хотел посмотреть фасад особняка Знаю, что это для семьи Ватутина был построен Никита Сергеевич Хрущев Можно с фасада чуть-чуть посмотреть? Сегодня можно Дякую Я тогда обойду и посмотрю Красиво Я киевлянин сам с рождения Так что да Бачил, но только с улицы Артема Ну, с сечевых стрельців Але сблизку не бачил Ну, все равно это наша достопримечательность С Ватутином связана Я согласен Вот такой вот Отличный озорничок, конечно С парком Как бы с небольшим С лесадом, как его назвать Вот Красота Ну, дальше мы не будем ходить, чтобы не нарушать Хотя, впрочем, нарушим мы все на свете Посмотрим На эту красоту Другой раз не дадут Смотри И наслаждайся Все-таки Хрущев был щедр К своим Друзьям Но, что интересно Семья Ватутин отказалась От такого дара Хрущев был очень обижен Говорят, спасибо большое Посмотрел Красиво Тогда же много свободной земли было Много, наверное, было разбомблено Зданий Вот, в 44-м году А, да, точно Здесь же церковь была И вот арка-то от нее осталась И кладбище Да, да, да Спасибо вам большое Хорошего дня До свидания До свидания Так, сейчас мы сориентируемся И найдем Здание Военного госпиталя Собственно, школы Где скончался Ватутин Вот мы отъехали Немного от особняка Приближаемся к зданию 138-й школы Бывшей Женской гимназии Она до революции была построена Вот здесь находился Госвиталь, где в 44-м году Скончался после ранения Генерал Ватутин Папа подострял Разведывательно-диверсионной Группы УПА Он ранен в бедро Привезен сюда И здесь его Главный хирург Красной Армии Кстати говоря Обследовал Что там случилось Трудно сказать Говорят Гангрена Ну Я полагаю Что было большое желание Его спасти И самые лучшие специалисты Для этого были привлечены Но, к сожалению Не удалось У нас 138-я школа Специализированная Как значится на вывеске А Хрущев Особняк этот Для семьи Ватутина Он был По-моему Начальник полиэт отдела Одно время У Ватутина Хрущев Вот Поэтому они так и Сдружились и сошлись Этот Особняк он построил Для семьи Покойного генерала Но Еще место такое Там было кладбище Вознесенское Или как оно называлось Стояло церковь Недалеко от того места Где особняк Зорванное В 30-х годах В общем Трудно сказать По какой причине Семья Ватутина Откасалась От этого особняка Но Надо сказать Что Наверное Основания Какие-то были Но Хрущев этот Мог воспринять Как личную обиду Конечно Больше он уже Семья Не связывался Потом Кстати особняк Этот Заняла Семья Корничуков Корничук Тогда Много должностей Партийных И советских Занимал Мин председатель Был Союзописателем Украины И член ЦК Он уже жил Здесь А потом Здесь по-моему Нашидатский сад Был одно время Солнышко Солнышко Появляется Да, вот все Что осталось От Вознесенской церкви Если я не путаю Название Этой церкви Только ворота Только ворота Да, кстати В этом особняке Находится Фонд Возрождения Сороса Вот как Многослойная История